Доброе время суток, друзья! В этом видео мы покажем вам, как создать газовую ловушку из Half-Life 2. Начнем с простого. Огонь и набор звуков. Создаем Endfire с именем Fire. Другие переменные нам неинтересны. Переходим к флажкам и выбираем бесконечное горение. Далее нам необходимо создать 4 Ambient Generics именами Sound 1, 2, 3 и 4. Первый Ambient должен проигрывать звук шипящего газа. Важно убрать флажок из Not Looped, чтобы газ шипел столько, сколько мы того хотим. Второй Ambient – это звук воспламенения. Третий – звук горящего пламени. В этом случае снова снимаем галочку из Not Looped. И последний Ambient – угасание пламени. Теперь выделяем все 4 Entity и указываем, что у них общий источник звука, а конкретно Envy Fire. На месте Envy Fire устанавливаем еще 2 Entity. Envy Spark и Envy Steam. Spark будет имитировать искру при воспламенении. Steam имитирует газовую струю. Все очень просто, как всегда в Project S. Лайк, подписка, колокольчик, донат. Осталось самое интересное – построить вентиль и заставить реагировать газ на наши выстрелы. Размещаем проб динамик, выбираем нужную модель. Рядышком мастерим браш и обращаем его в фанкдор рутейтинг. Назовем ее DOR. Возвратимся на минутку к модели и в Parent укажем имя двери. Так, настраиваем у браша. Скорость движения. Отключаем автоматическое закрытие двери. Дистанцию в 180 градусов. И флажки, как на экране. Финальная часть – Output Input команды. Над Envy Fire размещаем Envy Microphone. Данная Entity будет реагировать на выстрелы и взрывы в зоне своей достигаемости. После чего зажигает наши костры. Микрофон должен иметь имя и быть выключенным в начале игры. Но сначала вернемся к брашу. Когда вентиль будет полностью открыт, струя газа должна быть видна. Одновременно с этим должен играть и звук шипения. И уже после них включаем микрофон. Теперь все наоборот. Когда вентиль будет закрыт, отключаем все. Плюс ко всему еще и указываем, чтобы огонь выключался при закрытии. И включался при открытии вентиля. Включался. Не загорался. Протестируем нашу конструкцию. Все чудесно работает. Но пока что не загорается. Микрофон. Первое. Он должен выключать самого себя, когда мы выстрелим. Дальше. Запускается искра. Вслед за ней разгорается огонь. И напоследок отключаем эффект струи. Осталось чуть-чуть. Переходим к самому огню. Когда огонь тухнет, выключать звук горения и включить звук угасания. А когда огонь начнет полыхать, включить звук зажигания и горения. Знаю, может быть звучит сложно. Но на деле все просто. Сохраняем все это и тестируем. Чудесно. А еще хорошо то, что данная конструкция подходит практически под любую игру на движке Source. На заметку мапперам CSGO. Что ж, можно сказать, что на этом наш урок подходит к концу. Следующее видео будет коротеньким мастер-классом на подобную тему, что и сегодня. А что будет потом, никто не знает. Спасибо за просмотр. Удачи, томодачи! Субтитры сделал DimaTorzok